Добрый день, друзья! В эфире программа «Место встречи по пятницам». Поэтому, конечно, сегодня речь пойдет об индустрии развлечения, музыке, культуре и об американской музыке в частности. Прежде всего, хочу напомнить о том, что приближается сезон простудных заболеваний. И один из наших спонсоров, вернее, из наших друзей, из тех людей, которые нас поддерживают, доктор Игорь Бранован. Он профессор лор-ухо-горлонос, специалист по этим органам нашего организма здоровья. Он рекомендует обратиться в его офис, потому что в этом офисе можно вылечиться полностью от всех простудных заболеваний. Кроме того, доктор Бранован известен, наверное, во всем мире как тот человек, который предпочитает малоинвазивные методы лечения гайморита. А именно это заболевание сейчас в сезоне, как говорится. Я представлю нашего сегодняшнего гостя, и мы сегодня послушаем и встретимся с очень интересным человеком. Вилл Фридвальд, писатель, журналист, историк, музыки и музыкальный критик. Его статьи публиковали такие солидные издания, как New York Times, Village Voice, Newsday и многие другие. Он автор восьми книг об американской музыкальной культуре, среди которых биографии Фрэнка Сенатора, Тони Беннета, Энциклопедия джазовых и поп-певцов и история самых популярных американских песен прошлого века. Сегодня Вилл Фридвальд является главным редактором по культуре авторитетного издания Wall Street Journal. Надеюсь, вы все поняли. Каждое слово ничего не пропустил. Добро пожаловать. Я очень рад видеть и приветствовать вас в нашей студии, так как вы один из тех немногих людей, кто пишет о великом американском песеннике и поистине знает о нем все. А также уважает традицию. Ну, мы стараемся, делаем все, что в наших силах. Да, и это не секрет, что я уже давно мечтал пообщаться с вами именно в нашей студии. Ведь когда я приехал в США, я приобрел первое издание биографического справочника по джаз и поп-вокалистам. И вот эта книга. Я вижу, у вас целые две копии здесь. Удивительно, что вы можете поднять даже одну. Вы можете использовать эти книги вместо штанги. На самом деле, это достаточно грустная история. Моя приятельница была Блоссом Дири. И когда было опубликовано второе издание, я заказал для нее эту книгу в подарок. Но, к сожалению, ее не стало. Она умерла в 2009, верно? Да. Да, совершенно верно. Да-да, и поэтому обе книги сохранились у меня. Но если вам нужен еще один экземпляр, я с радостью вам отдаю. Это копия книги для Блоссом. Она была просто выдающейся. Она разве когда-то выступала в Советском Союзе? Нет. Она выступала во Франции, бывала в Париже. Я познакомился с Блоссом, когда она играла в клубе «Дэнни Скайлайтрум». Но я слышал ее записи гораздо раньше. О, а вы слышали ее выступление живьем? 44 раза. Хорошо. Каждого из своих друзей, приехавших из России, на тот момент, это уже была Россия, я приводил на ее выступление в клуб. Это стало своеобразным правилом. Люди, привыкшие к поп-музыке, сильным и громким голосам вокалистов, не могли понять, что происходит. Блоссом открывала рот, и мир менялся. Конечно, я знаю, что мое поколение, я должно быть старше вас, но мы выросли, слушая Блоссом Диэри и Бобби Доро на Schoolhouse Rock. Именно таким образом многие из нас узнали ее голос. Я только что работал над статьей для журнала Wall Street о бибоб-вокалистах, и Бобби Доро, и Энни Росс упоминались в этой статье тоже. Я рассказал об этом некоторых из своих юных друзей, которым чуть больше 20 лет, и, как выяснилось, они не знают, что такое Schoolhouse Rock. Я был несколько шокирован, ведь в мое время все знали о Schoolhouse Rock. Это как улица Сезам в детстве. Schoolhouse Rock кормил и давал заработать многим музыкантам того времени, включая Блоссом и Бобби. Вы помните песню об именах прилагательных? Она, кажется, называлась «Следите за своими прилагателями» или как-то. Да, Боб Доро, кстати, был у нас в студии. У Блоссом было много таких запоминающихся песен. Так ее и узнало мое поколение. Да, я знаю Блоссом уже много лет. Теперь мне бы хотелось представить вас, как писателя, как личность, как историка музыки. Да уж, я обыкновенный Джоуи Луис. О, это здорово. Когда именно вы приняли решение, что музыка будет главным занятием в жизни и карьере? Мой отец был большим поклонником музыки и особенно джаза. Мать была писательницей. Так что я каким-то образом объединил их интересы в своей профессии и стал музыкальным историком и писателем. Мне всегда хотелось обладать талантом, чтобы писать и играть музыку. Если бы вы услышали, как я играю на саксофоне, вы бы сразу поняли, что я не музыкант. Моим самым главным критиком стала моя собака. Каждый раз, когда я начинал играть, мой пес всячески выражал свое недовольство. Я понял, если моя игра не понравилась даже моему псу, а он бы мог получить что-то вкусненькое, подвязавшись ко мне. В общем, я понял, что мне стоит перестать играть на саксофоне. О ком из музыкантов была ваша самая первая публикация? Даже так и не вспомню сразу. А, это интересный вопрос. Как дежавю. Это произошло почти 30 лет тому назад, а может и больше. Я написал короткую заметку об Энни Рос в 1984 или 1985 году. А сама Энни об этом знает? Она знала, что я написал в то время. Не знаю, сохранила ли она мою заметку в своих старых газетных вырезках, но это было достаточно давно. И свои первые профессиональные статьи я писал для Village Voice в 1984-85 годах. Собственно, американская песенная классика включает в себя произведения для вокалистов, работающих в трех жанрах музыки. Джаз, поп и кабаре. Верно? В чем заключается принципиальная разница между певцами таких жанров, как джаз, традиционный поп и кабаре? Например, вы считаете Фрэнка Синатру джазовым вокалистом? Существует такое множество уровней и градаций. Мел Торме дал очень интересное определение. Его спрашивали об этом чаще, чем меня. Мел бы сказал, что это все зависит от уровня. Единственным истинным джаз-вокалистом он считал того, кто от начала до конца импровизирует каждую песню и не поет ничего четко понаписанного. Это, конечно, весьма экстремально, ведь джаз-музыканты играют произведения по партитурам, они не придумывают мелодию на ходу. Однако существуют различные формы джаза. Свободный джаз, например, как Орнет Коулмен, где музыканты играют все, что приходит им в голову. И с точки зрения Мела, это и есть истинная форма джаза. Но все зависит от ритма, на самом деле. Существуют различные градации, есть джазовые вокалисты, есть вокалисты музыкального театра с Бродвея, и это является совершенно иным способом выражения. Также есть певцы кабаре, как вы уже говорили. Уверен, к вам приходила Мэрилин Мэй. И как ее можно охарактеризовать одним или иным стилем? В какой-то момент она поет как Элла Фитцджеральд, в другой — Этель Мерман. Она говорит, что она просто певица. Именно. Певица в общем, без каких-либо разграничений. Нам необходимо прерваться на первую рекламную паузу. Мы вернемся в эфир и продолжим общаться с вами через пару минут. Хорошо. Огромное спасибо члену американской коллегии миграционных адвокатов Владу Сироте. Он нас поддерживает с первой передачи, он любит американскую музыку. И это тот человек, который помогает нам всем и вам, господа, легализоваться в Америке на родне джаза и смотреть легально канал RTVI. Господа, телефон на экране. Обращайтесь к нашему эксперту по иммиграционным делам. А у нас Уилл Фридвальд. Мы вернемся к разговору с ним после небольшой рекламной паузы. Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз добрый день, господа. Программа «Место встречи по пятницам» и в студии музыкальный критик, писатель и редактор издания Wall Street Journal Уилл Фридвальд. Хочу выразить благодарность доктору Элле Кармазиной, Евгении Кармазиной. Так ее больше знают пациенты. У доктора четкий принцип. Она лечит не болезни, а конкретного больного. И считаю, что многие болезни можно победить, если прийти в ее замечательный офис на 13-м Брайтоне. Телефон на экране. Звоните, обращайтесь и будьте здоровы. А у нас Уилл Фридвальд. И мы говорим об американской музыке и о тех книгах, которые Уилл написал. Однажды во время одного из многих интервью кто-то спросил вас, видимо, в связи с продвижением ваших книг, кто ваши любимые певцы и альбомы. И вы упомянули несколько исполнителей, чьи имена я, конечно, знал, но я о них давно не слышал, о них давно не говорили. У меня даже есть сих альбомы, например, Джо Муни. Я обожаю Джо Муни. Как бы хотелось послушать его вживую. Вы первый, кто упомянул о нем, вспомнил о нем за последние лет 20. Я ставил на радио многие его записи, «I wish you love» и другие песни. Но вот по Фрэнка Синатру вы ни разу ничего и не сказали. Я никогда не говорю о Синатре. Никогда. Вы не говорите о Синатре. В общем, в этом году все говорят о Синатре. Правда. Да вы морочите мне мою лысую голову. Я говорю о Синатре. Особенно в этом году все говорят о Синатре. Вы вспомнили о великом американском песеннике. Самое основное, что можно сказать о Синатре, это то, что... Знаете, некоторые люди не принимают великий американский песенник всерьез. Некоторые люди считают, что музыка, которая действительно чего-то стоит, это Чайковский или Моцарт, Петховен. Но для тех из нас, кто все же считает, что Ирвин Берлин, Коу Портер и Дюк Эллингтон писали потрясающую музыку, человеком, который сделал больше всех, чтобы установить этот жанр музыки как форму искусства, был не композитор, не поэт, не аранжировщик. Им был Синатра. Синатра первым сказал, «Вся эта музыка, которая пришла к нам из шоу, фильмов или от джаз-групп, эти песни являются американской классикой». И он показал миру, как на самом деле может быть прекрасен песенник. Он в каком-то смысле впервые систематизировал классику и показал людям, что эта музыка особенная. Он вернулся к песням, которым в то время уже было 10-15 лет со времени создания, и решил, что нам стоит их сохранить. Вот они, наши Моцарт, Чайковский. Синатра развил форму искусства по интерпретации этой музыки настолько, что когда ты смотришь на историю развития американской музыки, на то, что было до Синатра, как, например, Эл Джолсон и Билл Кросби, ты замечаешь, что после него одними, пожалуй, единственными выдающимися исполнителями стали Элвис Пресли и Битлес, Майкл Джексон. После Синатра музыка ушла в совершенно другом направлении. Ведь Синатра сделал так много для развития этой формы музыки, что после него музыкантам уже ничего и не оставалось делать. Настолько он развил песни. И певцы, появившиеся после него, как, например, Тони Беннетт, Нел Торме, даже если они не звучат как Синатра, ни один человек не смог бы спутать Тони Беннета и Фрэнка Синатру. Однако в то же время Тони Беннета не существовало бы не быть Синатры. Он создал, хотя и не был композитором, но он написал пару песен. Он установил и стал причиной нашего постоянного возвращения к американскому песеннику. Благодаря ему мы так дорожим песенникам, и люди поют эти песни. Он был первопроходцем в жанре поп-музыки, к которому мы стремимся по сей день. Тот факт, что многие звезды рок-н-ролла 70-х, Род Стюарт, Баз Кэгс, Линда Ротстадт и многие другие, все поют эти песни, зная, что это американская классика. Ведь почему скрипачи играют Моцарта? Потому что он лучший. Почему каждый актер хочет сыграть Шекспира? По той же причине певцы хотят исполнять Ирвинга Берлина и Коула Портера. Они лучшие, и это классика. Эти две книги весьма не похожи одна на другую. Это как учебник, энциклопедия. Она мне нравится, я знаю эту книгу почти наизусть. А вот эта книга включает в себя не только исторические факты, но и ваши субъективные критические замечания, не так ли? Я хотел спросить вас. Я спрашивал об этом некоторых музыкантам, но они не смогли бы так ответить, как бы сделаете это вы. Мы с вами знаем, что существует множество молодых исполнителей, которые поют песни Сенатора. Да, совершенно верно. Песни из его репертуара и в его аранжировках. Копируют его стиль. Что вы по этому поводу думаете? Вы знаете, многие из этих молодых исполнителей очень талантливые, и мне нравятся те певцы, которые могут привнести в свое исполнение какую-то оригинальность. Хорошо исполнять песни Фрэнка, но не полностью его копировать. Конечно, есть имитаторы, пародисты Сенаторы. Так же, как и имитаторы Элвиса. Они поют все нота в ноту, и это тоже может быть весьма занимательным. Вот, Кэрри Хоффман, мой добрый друг. Но он не Сенатор. Конечно, он не клон Сенаторы, но он исполняет его песни с очень схожими аранжировками и воссоздает его стиль. Существует множество интересных людей, кто этим занимается. Я не слышал их всех. Мне нравятся те, кто могут привнести свое прочтение и свою индивидуальность в эти песни. Я, конечно, знаю, что многие исполнители стремятся просто имитировать, а не создавать что-то оригинальное. Я не имел возможности с ними часто и много общаться, но знаю об их существовании. Это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим сейчас с вами, но Дюк Хезлет, вы о нем когда-то слышали? Дюк Хезлет, он профессиональный имитатор Сенаторы. Когда Петти Фармер придет к вам в студию, спросите ее о Дюке Хезлете, потому что он полностью построил свою карьеру в 50-е, 60-е, 70-е годы на имитировании Сенатора. Он был первым имитатором Фрэнка. Не знаю, продолжает ли он свою деятельность, но он имитировал Сенатору на протяжении 50-60 лет. Через минуту нам придется уйти на вторую рекламную паузу, но пока один быстрый вопрос. Вы проявляете себя в разных сферах, и, возможно, я ошибаюсь, но вы уже начали отмечать 100-летний юбилей Фрэнка Сенатором. Вы выступали с чтением глав из своей книги на своего рода фестивале, посвященном Фрэнку Сенаторе. Я спродюсировал однодневный фестиваль среди моих прочих проектов. Он состоялся в мае в Каттенгрум. Состоится мероприятие, которое я не продюсирую, но оно состоится в Symphony Space и будет идти весь день. Готовится множество мероприятий в MJPAC в Нью-Йорке. И это здорово, ведь Нью-Йорк почти что является родным городом Сената, ну, или находится близко к его родному городу, Хобокен. В Большом доме культуры в Нью-Джерси готовится целая серия концертов, посвященных столетию Сенатры, включая концерт моего хорошего друга, Майкла Файнстайна. Это будет потрясающее шоу. Я обязательно буду присутствовать в зале. Там планируется три или четыре концерта. Концерты и мероприятия в честь юбилея готовятся по всей стране. Его сын ездит с турами. Вышла прекрасная новая книга, написанная семьей. Выходит новая книга Джеймса Капплнетса. Мы вернемся через пару минут. Огромное спасибо доктору Леонарду Блей. Он известный офтальмолог, специалист по лазерной коррекции зрения, по использованию только лазерных препаратов, лазеров в лечении близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Господа, звоните, волнуюсь, потому что хочу скорее все быстро проговорить. Нас ждет много интересного в третьей части программы. Через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим разговор с нашим гостем Уиллом Фридвелдом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще раз добрый день, господа. В эфире программы «Место встреч по пятницам» музыкальный критик, историк, журналист и редактор Wall Street Journal Уилл Фридвелд. И последнее в сегодняшней программе спонсоры, друзья, которым я хочу выразить благодарность, это стоматологи Аллы Сергея Литвиновы. Они не бизнесмены, они открыто об этом говорят, они врачи, которые помогут вам избавиться от ваших проблем медицинских. И еще специализация докторов, как бы это ни звучало, несколько эксцентрично, наверное, они исправляют ошибки других врачей. Это редко кто сегодня делает, а господа Литвиновы ждут вас в своем новом офисе на Кинсхайве из 14-й улицы. А у нас Уилл Фридвелд. Я бы хотел представить эту книгу под названием «Джазовое пение», которую, кстати, вы мне вручили во время мероприятия в русском консульстве. Да, и вы даже подписали ее для меня. Вы об этом помните? Теперь вспомнил. Надо же. Это одна из моих самых любимых книг. Спасибо. Потому что в ней вы писали о многих недооцененных певцах, о людях, которые заслуживают большего признания. Как по-вашему, что необходимо сделать для того, чтобы сохранить их имена в памяти людей? Например, практически никто не помнит, кем была Бевли Кенни или другие исполнители. Джули Лондон. Они тоже мало кто вспомнят в наше время. Это очень печально. Особенно молодое поколение не знает этих потрясающих певцов. Не так ли? Вот что интересно. На сегодняшний день, когда я был маленьким, меня очень заинтересовал Лестер Янг. Все знали, кто это такой. В 70-х было практически невозможно найти ни одной записи Лестера Янга. Я уж не говорю о том, чтобы купить ее за какие-то деньги. В магазинах были альбомы другого Янга, Лэрри. Может быть, мы могли бы выследить альбомы с хитами Луи Армстронга, Дюка Эллингтона. Но в общем, найти музыку в то время было сложно. Культура была так маргинальна. За последние 40 лет, однако, все изменилось. В смысле, маргинальности хватает и сейчас, в наш век цифровых и компьютерных технологий и загрузок. Но теперь найти музыку стало намного легче. В 90-е была вторая волна популярности Тони Беннета. Были в доступе записи Даяны Кроу, и, хоть я лично не слушаю Рода Стюарта, но сам факт, что все эти записи есть в доступе, очень немаловажен. Или, например, Стив Тайрелл продает свои альбомы, как пирожки. Вы слушали Стива Тайрелла? Да, он потрясающий исполнитель. Я провожу прекрасное время на его выступления. Он очень веселый. Вам стоит сходить в Карлайл со своей парой. Единственный способ по-настоящему насладиться Стивом Тайреллом — прийти с возлюбленным или возлюбленной на вечер. Спутницей моего возраста, и это точно. Мне очень нравится его шоу. Я ухожу из зала осчастливленным. Но я вновь отвлекся. Смысл в том, что все это произошло за последние 40 лет. И, кроме того, как я уже говорил, песенник стали больше ценить. Даже по отношению к 70-м годам, когда я был ребенком. В то время ничего нельзя было найти. А сегодня в доступе есть все. Когда я сталкиваюсь с... Вы ведь знаете Avalon Jazz Band, верно? Я слушал их вчера в баре Урбо, и они исполняли «Сфотографируй луну», песню, которую Бэйби Рузмари записала в дуэте с Флетчером Хендерсоном в 1932 году. В 70-х эту песню невозможно было услышать в баре. Это все благодаря цифровому распространению. Да, я знаю, что есть и обратная сторона медали, и люди жалуются, что это убивает музыку. Но в то же время это позволяет распространить музыку, и в интернете можно найти все, что душе угодно. Я не знаю, сколько лет певице Татьяне, наверное, лет 25, не больше, но ей удалось найти невразумительную запись этой песни 1932 года. Ну, тут мы не говорим о Вест-эн-блюзе, то, что ей удалось найти эту песню и спеть, отражает, насколько широко распространилась музыка. Все можно найти на Ютубе, а если не на Ютубе, то на Apple Music или в Национальной библиотеке Конгресса, и это здорово. Люди спрашивают меня, есть ли у этой музыки будущее. Конечно же. И еще один вопрос, который меня очень интересует. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы стать легендарным певцом? Что я имею в виду? Многие исполнители копируют стиль Франка Синатра, Тони Беннета, Эллы, немного меньше Мелла Торме, но никто не копирует других великих, как, например, Элл Мартино, Фрэнки Лэйн. Они же тоже были легендами в свое время. Они были знамениты. Отчего же певцы копируют одних исполнителей, но не обращают внимания на стиль других певцов? Интересно получается. Фрэнки Лэйн записал известный джаз-альбом. Да, вы же его фанат. Мне нравится, когда он поет. Я также отношусь к Джонни Мэттис. Певцы почти не поют в стиле Джонни. На этой неделе ему исполнилось 80 лет, кстати. Джонни Мэттис. Я полюбил его так же, как Фрэнки Лэйна, потому что они пели свои, особенные песни. В исполнении Фрэнки Лэйна мне нравились ковбойские песни из известных вестернов. Его хиты, такие как, например, Джезабелл, или из кинофильма «Сверкающие седла». Хочется ли мне услышать в его исполнении «Я без ума от тебя»? Нет. И я также отношусь к Джонни Мэттис. Он мне нравится, когда он поет в своем стиле. Но если я хочу послушать какой-то классический стандарт, как «Коктейли на двоих», я не стану искать эту песню в исполнении Фрэнки Лэйна. Они очень специальные исполнители, и то, что они делают, это прекрасно. У обоих долгие и успешные карьеры. Хочу заметить, что многие певцы звучат как Перри Комо в дни его расцвета. Мэтт Монро был признан британским синатрой. Ни одной оригинальной песни. Да, это верно. Я думаю, Мэтт Монро великолепный певец. Но если уж на то пошло, он британский Перри Комо. Вижу, вы пытаетесь свыкнуться с этой мыслью. К сожалению, наше время подошло к концу. Очень жаль, ведь я бы хотел поставить в эфир еще музыкальный номер. Хорошо. Вы поете, разве нет? Я вас слышу. Да. И что вы думаете? Станет ли это частью вашей следующей книги? Только если мы найдем способ издавать книги еще большего размера, так как мой издатель сказал, что увеличить эту книгу уже нельзя. Вы работаете над третьим изданием? Если бы они захотели, я бы с радостью взялся за эту работу. Я бы снова хотел показать эту книгу и... Покажите другую, ее проще достать. Правда? Джазовое пение еще в печати. У меня две копии уже, так что я хочу и ту книгу в дубле. У нас тут как будто аукцион. Персональная копия Блоссом Диэри. Да. Не могли бы вы ее подписать? Конечно. Буду рад. Вилл, спасибо большое за ваши труды. Это очень необходимая работа. Спасибо за то, что вы поддерживаете всех этих артистов на своем шоу. Это мой настольный справочник. За последние 10 лет эта книга стала моим справочником. В следующем издании будет часть об Эдди Рознере, советском лидере. Спасибо вам большое. Обожаю вашу работу. До свидания. У нас гласил замечательный журналист, писатель, автор восьми книг, посвященный классической американской популярной музыке, джазу, редактор журнала Wall Street Journal, Уилл Фридл. Хорошего дня и замечательного вечера.